Всем привет! Меня зовут Катя Шабанова и это мой канал, посвященный каллиграфии остроконечным пером. Сейчас жаркая пора, в прямом переносном смысле, время свадеб и торжеств, поэтому я решила записать видео такое вдохновляющее. Возможно, вы поработаете вместе со мной, а делать мы будем карточки рассадки с использованием потали. Надеюсь, вам будет интересно, это будет новый увлекательный опыт. Если вы не свадебный каллиграф, не спешите выключать видео, вы можете подготовить подобным образом карточки рассадки к какому-либо вашему семейному празднику. В конце концов, рано или поздно наступит новый год, когда могут понадобиться полученные сегодня знания, а также вы сможете использовать навыки, которые мы сегодня с вами будем получать при создании, например, какой-то интерьерной небольшой работы. Давайте приступать. Сейчас мы создадим три разных вида карточек, и для этого нам понадобятся следующие материалы. Бумага для акварели, бумага ручного литья, дизайнерский картон, у меня он темных цветов. Безусловно, нам понадобится перо и тушь. Также нам, конечно же, понадобится поталь. У меня есть вот такая в листах, и также вот такая вот хлопья. Писать я буду файнтек различными цветами, но также я приготовила и цветную тушь темно-синего цвета. Посмотрим, может быть где-то захочется использовать тушь. Ну и безусловно, для потали нам понадобится клей и старая ненужная кисть. Конечно же, вы также можете приготовить сразу салфетки и воду, потому что это неотъемлемый атрибут работы пером и тушью. Первым делом давайте подготовим бумагу и порежем ее на карточке необходимого нам размера. Можно также разметить текст, а можно ограничиться просто базовой линией. Здесь все зависит от вашего опыта, количества свободного времени. Я постараюсь сделать максимально подробный обзор, поэтому все шаги буду выполнять, ничего пропускать не буду, поэтому текст сейчас сразу размечу. Обратите внимание, что я размечаю лист очень и очень легко, то есть я совсем не нажимаю на карандаш, и карандаш в этом случае будет просто опорой для меня, то есть я не буду обводить карандашные линии, а я буду на них опираться, когда буду писать текст. То есть я просто себе намечаю, где у меня текст должен располагаться, и уже сейчас я вижу, что кости немножко смещены влево, то есть когда я начну писать, я начну писать чуть-чуть правее. Предпочитаю сразу написать имена, потому что потом с помощью потали можно будет скорректировать положение, то есть композиционное наше решение, если вдруг что-то куда-то сместится, поталь потом можно будет нанести таким образом, чтобы это было незаметно. Сначала я напишу имена, напишу, давайте, Костя имя, я напишу Fine Tech, который называется Moon Gold. Как я и сказала, я учитывала то, что карандашом у меня получилось слишком низко и левее, чем нужно, поэтому сейчас я уже написала пером повыше и чуть-чуть правее для того, чтобы немножко скомпенсировать. Именности я напишу вот таким золотым, это Arabic Gold Fine Tech. Также развожу пигмент чистой кистью. Бумага слишком фактурная, вам сейчас, наверное, очень плохо видно тоненькие линии, но надеюсь, что видно, потому что получается очень нежно. Вживую это все выглядит потрясающе. Еще раз повторюсь, вы видите, что я не обвожу линии, я на них опираюсь. Исходя из того, какие у меня карандашные линии получились, я уже корректирую дальнейшее свое написание имени пером. Также сразу на Аню я добавлю акварель. Я забыла сказать о том, что нам понадобится акварель в процессе. Если у вас ее нет, то можно вполне обойтись без нее. Здесь нам не нужно как-то невероятно аккуратно все это рисовать. Мы можем добавить еще многослойность. А на других кусочках бумаги здесь у нас акварель будет подсыхать. Можно добавить вот такую многослойность, где-то добавив еще цвета. Когда акварель высохнет, она станет немножечко светлее. Сейчас я хочу разметить положение потали на карточках. Делать, опять же, это буду очень-очень легко, потому что потом потали нельзя тереть ластиком, иначе она потеряет свой цвет. Именно поэтому я еще хочу подождать, пока окончательно высохнет тушь, чтобы стереть опорные линии, которые у меня уже есть, чтобы потом никак не травмировать поталь. Ну и теперь давайте наметим поталь. Как я уже сказала, поталь нужно намечать так, чтобы потом не пришлось ластиком стирать какие-то дополнительные линии. Поэтому это необходимо держать в голове. И я обычно, когда намечаю поталь, делаю это чуть меньше, то есть я провожу линию чуть-чуть ниже, чем поталь должна быть. То есть я предполагаю, что поталь будет нанесена примерно вот так. Можно даже еще повыше взять, потому что здесь у нас есть Аня, которая немножечко смещена левее. И чтобы как-то сбалансировать, могу поталь еще выше нанести. Опять же, делаю это максимально легко. Здесь мне хочется добавить поталь вот такую хлопьями. Поэтому я просто поставлю точки, куда я хочу особенно много добавить потали. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что вот этот угол немного пустоват. Поэтому я думаю, что я добавлю поталь здесь. Ну и чтобы немножечко сбалансировать, здесь наверху добавлю в верхнем левом углу немного потали, немного хлопьев. И где-то вот здесь. У меня будет три точки с поталью. Но самая большая точка будет здесь. Ну и наконец, в Насте я хочу показать вам, как я наношу поталь вот такими кусками. Очень как будто бы отрывисто, как будто бы поталь немножко потерлась. Как раз бумага ручного влития, мне кажется, создает такое особенное настроение. Поэтому просто опять же сейчас намечу себе, что хочу потертости добавить здесь, здесь и немножечко вот здесь. Беру кисть, которую не жалко. Она у меня специальная как раз для этих дел, потому что поталь – это клей. В смысле, мы сейчас будем наносить клей для потали, который при засыхании на кисти портит ее и выводит из строя. У меня вот такой клей для потали, белый, и при нанесении, когда он подсыхает, он становится прозрачным. Ждем, пока клей станет прозрачным. Это значит, что уже можно начинать клеить поталь. Начнем с Ани. Я выбрала вот такую серебряную поталь для нее. Здесь я посильнее давлю на кисть, для того, чтобы вот этот рваный край неровный был виден. То есть, если даже где-то я уберу нечаянно клей, ничего страшного. То есть, как будто бы вся страничка была позолочена, но прошло время, и позолото немножко облупилось. А теперь хочу нанести поталь хлопьями, поэтому кисть мне уже здесь не понадобится. Это моя авторская техника нанесения потали. То есть, опять же, если вы собираетесь заниматься профессиональным золочением, то там уже немножечко другие правила, и работать нужно намного аккуратнее. Вот такие варианты у нас получились. Буду рада вашим экспериментам и находкам. Обязательно, если будете повторять данную работу, будете делать саймер-карточки рассадки с использованием потали, отмечайте меня в соцсетях. Информацию о том, как меня найти в других соцсетях, я оставлю ниже в инфобоксе. Мне будет очень приятно посмотреть на ваши результаты и порадоваться за вас, за ваши работы. Если вам нравятся видео подобного типа, если вам хочется больше таких вдохновляющих тем, обязательно пишите. Об этом мы будем снимать еще и еще подобные видео. До новых встреч. Пока-пока. Если время торжеств, свадеб, невероятное время, когда... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok